Всем привет! Здравствуйте! Экстренное включение, что называется, с очень быстрым обсуждением одной простой темы. Тема называется «Собственный комбикорм», собственного производства. Пристегнулись. Мы уже касались этой темы много раз в наших роликах, но давайте еще раз, потому что под последним видео комментарии, вот сейчас читали в телефоне, пока в городе были, что опять все склоняются, вернее, пишут, что ну делайте свой комбикорм, типа того, что. Говори. Для начала вы должны просчитать, сколько комбикорма вы вообще технически сможете сделать. Нам нужно 750 килограмм комбикорма на полтора месяца. На 100 голов, это раньше. Это одна партия на 100 голов. Да, сейчас мы 200 стараемся держать в месяц, значит получается полторы тонны. Полторы тонны в полтора месяца. Будем считать грубо, 45 дней мы держим птицу дольше, но там плюс-минус 5 дней видим значение основного небе. Но у нас идет два потока в параллели, маленькие и большие. То есть можно считать смело полторы тонны в месяц. Да. Где ли в среднем так и получается. Так вот, полторы тонны в месяц. У нас есть зернодробинка. И дальше все говорят, что купите гранулятор и делать будете тюкорма. Подумайте, за сколько времени мы должны набрать сырье для комбикормов, собрать это зерно, собрать дополнительные компоненты в виде там мясокоски, о которых мы можем отдельно вам говорить, чтобы у вас волосы дыбом стали. Но это отдельный ролик, отдельный разговор. Хорошо, рыбная мука может быть, да, мяда? Ну, шерот соевый можно заменить. Да, еще что-то. Вы должны не забыть о том, что там должны быть дрожжи кормовые, мел, ракушка, тра-та-та. Еще 100 тысяч миллионов компонентов. Все пишут фуза, значит, добавь там фузу вот в этот вот в пыли и будет нормально. Во-первых, фузу у нас вообще не достать в нашем регионе. Ребят, у нас нет фузы. Надо заказывать с югов ее. Вот. Даже вот этот вот жжом, да, как он, подсолнечника. Тяжело, шерот, да, его тяжело найти. У нас компоненты не продаются на каждом углу. Их еще поищешь. Хорошо, при условии, что мы нашли их, за многими из них придется ездить в разные места, привозить самим. Запомните, что это транспортная распорта и время. Представляете, складировать, да, складировать на полторы тонны готового комбикорма. Эти все мешки где-то надо. То есть полторы тонны у вас должно быть в месяц место для хранения этого зерна. Вот вы заводите партию, у вас жрачка на партию должна быть. Потому что вы можете вылететь в трубу, когда у вас вдруг закончился какого-то из вида зерна, понимаете? Потом. Мешать его нельзя сразу, всю тонну. Ты должен делать это постепенно, потому что не добавляешь консерванты никакие. И у вас пройдет окисление этого корма итогового. То есть вы мешаете, ну там пускай на 2-3 дня за раз. Да? Да, про МВД, про премиксы мы говорили еще больше, чем вообще просто в целом про комбикорм. Опять-таки вы покупаете и закладываете туда те же самые лекарственные препараты, что и есть в готовом корме. Без них броллер будет расти неэффективно, потому что ему нужны ферменты, помогающие переваривать эту приготовленную вами пищу. Все равно в любом случае. А если там будут еще лекарственные препараты, то вы обезопасите себя от части болезни и увеличите рост мышечной массы этого броллера. Да? Что есть в пятерке, допустим, у многих производителей в пока пятом комбикорме готовом. Плюс еще, чтобы все это делать, вам нужно, я не говорю про хранение, чтобы делать просто. Допустим, купили мы этот гранулятор за 70 тысяч, который мы будем окупать еще 20 лет. Значит, где вы будете делать-то? Вот так на снегу что ли, в поле? Для этого нужно помещение специальное. Это не рекламные ролики, где он показывает, мужик купил там гранулятор, ему нужно отрекламировать, вот офигенная штука. Он там сделал себе два мешка, убрал его нахрен в этот сарай и все. И дальше кормят комбикормом, да? Или как там некоторые блогеры показывают, вот свой корм они там намешали и все. Один раз показали за 10 лет существования канала и все на этом. Не верьте, не введитесь, никто не будет, блин, на приличную партию заниматься этой чухней. А если будет, то это будет отдельное мини-производство комбикорма. Вик бизнеса, грубо говоря. Да, с отдельным персоналом. Ну, вы просто один ничего не можете, не успеете ничего сделать один. Вот. И возвращаясь в помещение, должно быть отдельное для изготовления этого комбикорма. Теплое и чистое. И сухое. Вот. Где мы можем это делать? В гараже? Ну, в гараже, гараж для других целей, во-первых. Мы там все засрем. Если начнем мы там производить комбикорм, там засрем все и жилую часть тоже. Потому что все будет лететь сюда. Вы представляете, да? Так что, если говорить о больших объемах, это нужно тогда, я говорил уже об этом, ставить. Профессионально заниматься. Да, мини-какую-то комбикормовую установку покупать, там мини-заводик. И ставить людей на производство корма. Потому что все не успеешь. Повторяюсь, одной рукой за сиську и письку можно подержаться только у козы. Это не наш вариант. Можно попробовать, но тогда не надо заниматься птицей. Занимайтесь производством именно своего комбикорма и продавайте его. Потому что, если вы занимаетесь птицей, занимаетесь производством этой еды для этой птицы, больше вы ничем не будете заниматься. Никакие постройки, вы забудьте обо всем на свете дальше. Как вы можете, очень хорошим, не очень нравится, когда некоторые блогеры, это тоже камень в их огород, открытым текстом камень, делают комбикорм на 400 голов. Да вы смеетесь? У вас должно быть 15 друзей Борисов, чтобы они вам этот комбикорм делали. Не меньше. А этих 15 друзей Борисов нужно мотивировать на дружбу? Да, то, что вам прорекламировали зернодробилку, это не значит, что человек делает комбикорм. Совершенно не значит. Из 400 голов вы не промотивируете 15 Борисов. У вас просто в минус вы уйдете, в большой и толстый, поймите. Это не тот бизнес, на который, как на наркоте, вы можете тут большие гаганские деньги какие-то поднимать, понимаете? Это бизнес, который вам вот такую малюсенькую копеечку дает, и каждую копеечку пытаешься беречь. Пытаешься за раз привезти полторы тонны корма не просто так. А потому что ехать за ним надо. За 120 километров мы ездим. И опять-таки, зачем ты взял, не бери. Я же объяснил в начале ролика, что нет альтернативы. У меня птица голодная, будет мне нечем кормить ее. Почему ты не заказываешь 6 трубок опять? 100 раз уже говорили. Уже ролика, 3 ролика снято. Почему? Потому что там лекарственные препараты, там антибиотики. Ну, маккормик тоже есть, тебе скажут. В пятерке. В пятерке. В пятерке. В шестерке, если верить производителю, нет. А в Раменском и в Истре, в шестерке есть антибиотики. Тоже. Понимаете? Ну, и смысл выращивать птицу, которая жрет антибиотики. Я в магазине ее по 80 рублей килограмм купить могу. Мы же не знали, что ПК-5 оказывается маркорм теперь крупка в виде муки. Мы же думали, что нам нормальные гранулы придадут. Поэтому мы едем за маркормом и покупаем маркорму ПК-5 приличного вида. ПК-6, который нас устраивает, потому что он не имеет антибиотиков, коксидиостатиков в составе. Мы поехали за маркормом. Вот такая фигня получилась. Переходить на Истру, на пятерку. Во-первых, на нее тоже очень много нареканий. На Истру пятерку много нареканий. Люди жалуются, люди тоже портят свое поголовье. Во-вторых, там пылища тоже, пучища. Мы с нее почему слезли? Потому что у нас на ПК-5 тупо сидели не сушки намешанные, а пыль. Мы не показали вам, наверное, или показывали. Короче, где пыльный корм, преджелудок у птицы. Вот такой батон имеет. Забивает зоб, забивает органы дыхания. Птица страдает на таком корме от пыли. Вот, это уже проверено. Касаясь Раменского, значит, что антибиотики там есть и в ПК-5, и в ПК-6, я уже говорил. А кто кормил Раменским, вот спрашивали у меня в комментариях, вы обращали, наверное, внимание, что у птицы помет зеленого цвета, и он сильно имеет такой неприятный резкий запах. Вонючий он. Вонючий помет. Что-то мне подсказывает, что корм не сильно сбалансирован хорошо. Ну, мне так кажется. Потому что ужасно вонючий зеленый помет у птицы. По крайней мере, за час, может быть, так уже поменяли что-то. Ну, вот у нас мы брали, да, брали один раз, пробовали. Вот у нас такое впечатление сложилось. Какие еще альтернативы? Ну, вот там я где-то Глазовский, ближайшая точка Рязань. Глазовский. Ну, что мне в Рязань придется ехать походу за Глазовским? И то зимой его, опять-таки, наверняка заказывать надо. Прими корм ближайший. Это электрожелезнодорожный город. И там тоже не приедешь, там 3-5 мешков вот так вот. То есть, нужно тоже как-то там заказывать. Ну, закажу я. Ну, извиняюсь, железнодорожный от нас вообще 300 с лишним километров получается. Нет, какой 300? Ну, если в два конца. Сюда. Ну, вот ты сложи. Да, в два конца где-то так. Ну, бензин где на два конца нужно? Да, бензин. Вот этот корм даже, да, все равно 1000 рублей я даже не посчитал. В 37 тысяч рублей я на доставку потратил. На собственную доставку. Плюс, да, не считая аренды, амортизации автомобилей там и так далее. Это ерунда вообще. Не считая того, что ты день катался еще. День потерял. Ну, полдня, хорошо. Вот. То есть, понимаете, мы же не от хорошей жизни берем такой объем, да, и надеемся на порядочность людей. Нет. Это такая вот у нас необходимость. А еще прикинь, время корм ты привезешь, а оно такого же качества. Мы же рассчитывали на другое качество. В Александрове есть контора, которая торгует этим самым мариельским кормом. Но там тоже не пойми что. Практически его не бывает. Какой-то из видов только есть. Но я там не беру из принципа, потому что показывал по ссылке ролик про перепрошитые мешки с этикетками слевыми. Это про них история. Я к ним вообще перестал ездить. Санечка, еще момент такой, что если это происки завода, а мы думаем, что это происки завода, то я думаю, что у них точно такая же абсолютно ситуация. Что ты имеешь в виду? Что ПК-5 теперь крупка, пылища. Слушайте, а крупка, знаете, вот впечатление какое сложилось? Да. Вот от гранулы отсев остался вот этот. Стали чистить оборудование, но сгребли. Да, стали чистить оборудование, сгребли этот отсев. И в мешки упаковали. Упаковали. Да, написали крупка. И все, и до свидания в продажу. Потому что на сайте, если вы видели в предыдущем ролике, мы показали, что информация о консистенции комбикорма ПК-5.1 не изменилась. Да, форма выпуска написана, гранула. И фотографии мы приложили. Вы видите, какая гранула должна быть. Ну а то, что прислали, это не то, что не гранула, это даже не крупка. Да. Так что вот так вот, просто чем отвечать на комментарии, мы решили сразу сделать такой мини-ответик, записать коротенькое видео. Вот, все. Ребят, как бы не обижайтесь на эмоциях, может быть, так сказать, скромко. Мы расстроены, поймите тоже. У нас вариантов сейчас нет, грубо говоря. Вы поймите, да, что нет хорошей жизни. Мы в таком объеме покупаем вот, получается, такое Г. За 100 километров ехать за 5-ю мячками не поедешь, правильно? А расчет на что? Что если ты в течение, там, года, да, последнего, берешь этот корм, и он вот хорошего качества тебя устраивает. Да, мы же ведь не просто так вот сказали, что ПК-6.1 другого цвета. Мы им кормим больше года, мы знаем, на что ожидать от этого корма, на что рассчитывать. Да вот ошиблись, не знаю. А тут раз, и такая подстава, как бы. Вот и все. Пишут, что еще комментарии были, что это продавец, что продавец нам уклевал. Ребят, продавец крупный, большой, официальный дилер на Маркорне. Нет подозрений к тому, что это именно они так. Человек специально заказал, мы ждали, а он не давал 100% гарантии, что он вообще будет, потому что с завода там отпускают, не отпускают какие-то терки. И еще момент, мы же геморройные товарищи. Мы на завод напишем, на сам завод. И если это геморрой не завода, если это не завода заморочка, а поставщика, завод так и напишет нам. Ну, завод должен в первую очередь возбудиться, что их официальный дилер фигню какую-то гонит и портит репутацию этого завода, немаленького. Мало, мало вероятно, потому что мы уже писали им про мешки, про мешки вот эти, которые перепрошиты в Александрию, были приобретены. Реакция нулевая вообще никакой не последовала. Написали, значит, что этикетка не наша, да. Все. Где, что там, давайте разберемся. Вот. Разобрались, может, между собойчик там какой-нибудь. Вася, ты там поаккуратнее, а то где там копают. А страдает потребитель. И такая ситуация повсеместно в комментариях под вот этим вот предыдущим видео. Посмотрите, тоже люди пишут, что покупают тоже перепрошитые, без этикеток, просрок. В общем, правильно написали нам тоже там же в комментариях, что чего удивляться, детей не пойми, чем кормят, а вы хотите, чтобы вам комбикорм нормальный продавали. Ну, бесит еще больше всего те, кто жил там особо. Повсеместный, бардак повсеместный, по всей стране. Да вы что, все обязаны, все обязаны соблюдать. Да, да, да. Кто вам чего обязан? Накладывающим ползите. С известного канала, да ну вы что, что вы, что вы, они понесут репутационные потери. Нет, нет, они все по чесноку. Кстати, возвращаясь к Богдановичу, откройте в интернете информацию, посмотрите, сколько проверок прокуратуры у них прошло за последний год. Прокуратура оттуда вообще не вылезает с этого завода. Не без оснований. Прокуратура там по актам, составленным на этот завод, негативным судебным решением ездит. Выполнение конкретных постановлений этого завода требует... Неправильное хранение, там что-то еще, что-то еще. А ты поешь, свиньи там заболели какие-то палочкой, что ли, или еще что-то? Мы не будем вам брать, сами посмотрите, вы даже рассказывать вам об этом не будем. Это называется репутационные риски. Кто об этом знает? Вы об этом знали? Когда вы покупаете, Богданович, вы знаете о том, что у них на них наложены определенные штрафы и выполнения обязательств по акту, составленному о некачественных кормах для свиней? Завод государственным учреждением, как нам говорят, с первоначальным уставным капиталом 37 тысяч. Рублей. Мы посмотрели ради интереса Пурину, там страшная цифра. Ну мы так просто посмотрели Пурину, что-то еще мы там смотрели. Ну короче, а здесь учрежденное государственным предприятием с уставным фондом 37 тысяч. Рублей. Понимаете, в чем тут загадка? Так что не надо кричать, что вот это там. Репутационные риски. Никто в жизни не узнает, если мы с Сашкой потравим всю свою птицу. Комбикормом, маркормом. Кто узнает? Вы с нами. 15 тысяч у вас. Все. И анализ вы не сделаете. Анализ вы не сделаете. Мы звонили. То же самое Трипло все время свистит. Возьмите 500 рублей, сделайте анализ. Это тебе какашки твои анализ за 500 рублей сделают. Анализ на одну группу. А анализ на одну группу антибиотиков, на одну группу, а их минимум 5, 18 тысяч рублей. От 15 до 18 тысяч рублей. Чтобы сделать комплексный анализ, 1150 надо, если там брать все. Так что диостатик бы еще желательно. Все подряд. А если вы, не дай бог, захотите там вычислить какой-то еще скрытый компонент или разложить этот комбикорм просто на запчасти, чтобы понять, есть там какой-то гормон роста или нет гормона роста, или это еще что-то там есть такое стимулирующее к гигантизму, так скажем. Милые, даже заводы, мне кажется, себе не позволят такой анализ сделать. Вот на это и расчет. Никто не будет анализа и в жизни не узнает, что там в этом к гигантам. Я сдам свою курицу на анализ. Курица на анализ еще дороже. Ну так вам к сведению. Сдавайте. Если хотите, мы это в отдельном ролике сделаем. Вот всю информацию соберем по поводу того, как мы узнавали, где и сколько стоит сделать анализ. И, кстати, фишка такая, знаете, для некачественных производителей. Можете пихать в свою птицу все, что хотите. Узнать об этом очень-очень сложно. Только самых дотошных и только если вдруг случится беда, реальная беда. Вот и все. Все остальное, это все фигня, понимаете. Все эти обещания я сдам на анализ, сдам кому-то что-то. Плюс ко всему, вы сдали, предположим, птицу на анализ. Там что-то нашли не то. Докажите, что вы каким-то кормом кормили эту птицу. Они сами что-то подмешали. Сделали что-то неправильно, не так и так далее. Да есть миллиард пунктов, по которым вам не получится подтянуть производителя корма. Потому что кто следил за мамой каждые 2 секунды, у вас онлайн-камера там стоит, что ли, над каждой курицей, что вы можете доказать, что именно этот корм причин к тому. Сдайте корм на анализ. Сколько анализ будет делаться? Месяц, два, разложение на посевы, на все на свете. Сколько он будет делаться по времени? Эта партия комбикорма давным-давно пройдет уже. И претензии к чему вы будете предъявлять? Да эта партия продана, да и все. Если даже вы докажете, что это именно этот комбикорм, и какой-то там партии вы приобрели. Это недоказуемый момент. Чтобы это доказать, ты должен быть реально корнил, наверное. У которого миллиарды в кармане, и который хочет реально кого-то закопать. Но никому никого закапывать не надо. Все, наверное, прощаемся с вами. Да, все. До свидания. Извините снова за эмоции. Просто вымораживает эта тема, вымораживает на самом деле. Мало проблем в жизни, вот еще подкинули. Все, счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok